Донская столица на протяжении 10 лет в десятке лидеров по вводу жилья среди крупных регионов. Сделать квадратные метры доступнее возможно с понижением ставок по ипотечному кредитованию. В планах регионального Минстроя достигнут уровня в 5%. Об этом на брифинге заявил руководитель ведомства Николай Безуглов. Мы очень внимательно следим за реальными доходами населения. Вы здесь правы. Поэтому как минимум важно для нас государственная поддержка по ипотечным кредитам для возможности их получения. И соответственно очень важно поиск новых продуктов ипотечных с понижением ставки. По результатам опроса каждый третий житель желает улучшить жилищные условия, если ставка будет ниже. В приоритете при выборе нового места жительства развитая инфраструктура социальных объектов и прилегающих территорий. Люди начали выбирать те дома или жилые комплексы, в которых есть площадки нормальные, в которых создается среда нормального обитания, сады, школы и так далее. Не только о жилье, но объектах инфраструктуры. Объем выполненных работ в текущем году показывает, отрасль находится в прогрессирующем состоянии. В первую очередь это показатель объем работ, выполненных по виду деятельности строительства по полному кругу организаций. И вот за полугодие текущего года этот показатель составляет 33,5 миллиарда рублей, что в общем так к 2016 году составляет 131%. Территория аэропорта Платовский – привлекательный объект для инвесторов. В планах построить здесь не только авиагородок, но и предприятия промышленности. С помощью таких крупных проектов отрасль строительства получает поддержку и обеспечивает занятость специалистов. Наш институт определяет возможные территории, готовит некие предложения. Мы их сейчас будем обсуждать с Василием Юрьевичем. Есть уже предприятия, которые желают разместиться поблизости аэропортового комплекса. К концу 2017-го в области откроют завод по производству газобетонных блоков. Также в планах на текущий год ввести в эксплуатацию 2,310,000 квадратных метров жилой площади, 1,061,000 из которых уже сданы. А это 46% от годового плана. Откладывается повышение проезда в ростовском транспорте. Все в администрации Ростова уточнили, что билет подорожает не с 1 августа, как ранее сообщил Виталий Кушнарев, а в третьей декаде месяца. Глава администрации города объявил, что с августа проезд по карте обойдется в 20 рублей, а наличкой в 25. А если валидатор не работает в автобусе, то обладатель карты может ехать бесплатно. По мнению Кушнарева, это должно подтолкнуть к переходу на безналичную систему. Однако цена возрастет и в маршрутных такси, но там нет валидаторов. Между тем, петиция ростовчан на платформе Change.org против подорожания проезда набрала уже почти 4,5 тысячи подписей. В Ростове в ближайшие дни возобновят движение по центральной отремонтированной части моста на проспекте Стачки. Дорожники уже убрали с одной стороны отбойники и нанесли дорожную разметку. Между тем, к закрытию готовится оставшаяся третья часть моста, которая ведет с западного в центр города. Как ранее сообщал подрядчик, все работы ведутся с опережением графика, поэтому открыть мост полностью для движения транспорта планируют к сентябрю. Ливень и шквалистый ветер на Дону объявлено штормовое предупреждение. С 18 до 24 часов 28 июля и в течение суток 29-30 июля местами по Ростовской области ожидается ливень с градом и шквалистым ветром до 20-25 метров в секунду. В отдельных районах до 28 метров в секунду. Об этом сообщили в областном управлении МЧС. Жители Дона просят проявлять внимательность и осторожность. В плохую погоду следует максимально исключить свое пребывание на улице. Опасно находиться или парковать машины под деревьями и слабо укрепленными конструкциями. При необходимости обращаться по телефону с мобильного 101 или со стационарного 01. Продолжение следует...